Кадры с фестиваля. Финиширует робот «Амникит-2», которым управляет анапчанин Григорий Жирлицын. На прохождение всей трассы 10 минут. В заявленное время он уложился, правда пришлось отказаться от прохождения нескольких этапов. Недостаточная мощность двигателей и короткий манипулятор не позволили преодолеть часть препятствий. В результате третье место. Но это все равно победа. На соревнованиях мне не хватило практики. Я не умел в полной мере управлять роботом. Поэтому на следующий соревнование нужно более сильнее подготовиться и исправить некоторые недочеты, которые выявились на эти соревнования. Выступление другого анапчанина Александра Бойко оказалось результативнее. Его робот прошел дистанцию быстрее и сопутствующих заданий выполнил больше. В результате второе место. Мы сделали упор на проходимость. Нужно сделать так, чтобы проходимость была обычным делом. Нужно сделать упор на манипулятор, на оперирование манипулятором. Отрыв от первого места был аж в тысячу очков. Сложность заключается в том, что ты не знаешь, какие препятствия там будут точно. Каждый раз полигон меняется. Когда судьи видят, что какие-то препятствия проходятся очень легко, они меняют полигон и никогда не объявляют этого до начала самих соревнований. Оба новатора обучаются в Анапской станции юных техников. Второе и третье место заняли в одной из самых сложнейших номинаций «Экстремал». Трудность в том, что операторы не видят модели, которые управляют. Вся информация поступает с видеокамеры, закрепленные на корпусе робота. Хочу отметить достаточно слаженную работу команд, взаимопомощь, взаимовыручку. Даже когда кто-то застревал на полигоне, один раз можно взять вмешательство по регламенту, и тогда большая часть команды прибегала на помощь оператору на операторском пульте и непосредственно к роботу на полигон. То, что заняли второе и третье место, выявили ряд недостатков, но также много, что зависит от операторских навыков. Сейчас ребята работают над модернизацией своих моделей, усиливают мощности, печатают на 3D-принтере новые детали. Впереди у юных изобретателей очередное испытание. В мае этого года в Краснодаре пройдет краевой этап Всемирной Олимпиады роботов Бароу-2018. И анапчане вновь планируют войти в число лидеров. Руслан Душевский. Анапа. Регион.